В ночь с 13 на 14 января в России принято отмечать Старый Новый Год. Праздник появился после перехода с юлианского календаря к Григорианскому. Но мало кто знает, что 7 января все тундры от Урала до Канинских берегов ненцы встречали свой национальный Новый Год. Он связан с появлением солнца после долгой полярной ночи. О том, какие исторические обряды совершали в этот день, узнала наша съемочная группа. Любовь Пермякова продолжит. Вот я хочу вам дать ленточку. Вы можете пройти хотя бы три круга. С дерева желаний начался наш путь навстречу солнцу. Чтобы год был удачным, сначала нужно обойти два священных дерева. Сколько уже желаний здесь загадали? Спрашивали у людей про желания? Исполняются они? Кто к нам не приезжает? У нас желания исполнились. И потом уже приезжают и опять же завязывают ленточки. По словам культуролога Центра арктического туризма Евгении Конюковой, эти два дерева для обряда выбрали не случайно. Два священных дерева – лиственница и береза. Лиственница – это дерево небесное, береза – это дерево земное. После того, как желание загадано, над горизонтом показывается солнце. Хороший знак. Кстати, традиционно у нас в Заполяре солнце показывается над земной чертой 7 января. Это и есть день наступления Нового года – Едейпо. День, когда Бог Солнца начинает свое торжественное и величавое шествие над заснеженной Арктикой. В течение многих веков представители всех ненецких родов обращались к нему, просили о защите и покровительстве. Если наших прапрапрабрать, дедушек и бабушек, то, конечно же, поклонялись солнцу. Потому что солнце – это мать Бога, а луна – это уже Бог мертвых. Но поклонение, конечно, раньше было. Но чтобы вот так праздновали праздники, таковых не было. Некогда в тундре отмечать праздники. Жизнь она идет, стада идут. Но все равно это для всех праздник. Люди всегда что-то нового ждут, Новый год. Каких-то изменений в лучшую сторону. И мы тоже считаем, что все-таки этот год был тяжелым. И будем просить наших богов, чтобы скорее эта пандемия уже, конечно же, закончилась. Кстати, после того, как праздник традиционно стал отмечаться в Центре арктического туризма, он стал пользоваться огромной популярностью не только у местных жителей, но и у людей из разных уголков планеты. С каждым годом поток только растет. Да, в сравнении с прошлым годом, у нас действительно в этом году наш турцентр пользовался большим интересом. Туристы, которые останавливались, в том числе у нас, приезжали несколько групп. Приезжали группы спортсменов, которые занимаются горным бегом. Они встречались здесь, собственно, в Чуме, Новый год. Утром 1 января они рано побежали 20 километров. Остались в диком восторге. Чтобы сделать встречу с Солнцем и Ненецкий Новый год незабываемой, сотрудники придумали новую традицию – разжигать большой костер дружбы. И это тоже не случайно, ведь ненецкий народ особо почитает дух священного огня. И вот 7 января раз в год мы разжигаем этот костер. Мы объединяем все народы. Цель наша – это объединить все народы нашей России. И чтобы мы все были дружны, чтобы всеми между собой ладили. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север.